Указ номер 12 от 27 января о назначении в соответствии со статьями 59-60 Конституции ДНР постановляет назначить Кима Станислава Фёдоровича, исполняющим обязанности главы администрации города Ворловка с 28.01.16. Указ вступает в силу с момента его подписания. Глава ДНР Александр Владимирович Захарченко. Я хочу вам представить Ларислава Фёдоровича. И, Ларислав Фёдорович, пожалуйста, скажите. Добрание нашим. Назначили к вам. Скажу честно, не хотел. Вы признаете, как оно есть. В первую очередь, я не знаю, многие люди стремятся к карьере. Для меня карьера – это карьер. Это туда, куда души падают. И когда ты поднимаешься вверх, послужив на лестнице, очень часто бывает так, что ты опускаешься вниз. И чем выше, ты становишься всё хуже и хуже. Это очень большая обязанность. Я вот хочу напомнить и для себя повторяю, что мы здесь с вами всё-таки слуги народа. То есть просто сталкиваясь, находясь в народном совете и сталкиваясь с администрацией различных городов, очень часто получается, что ты приходишь, а там куб земли сидит, центр вселенной, малые васюки. Поэтому я хочу напомнить, что мы с вами всё-таки должны выполнять пользу народа, служить ему. И я надеюсь, что мы найдём с вами в этом понимание и просьба такая, нанотехнологии, если они где-то существовали, пожалуйста, забудьте. Вот такая ситуация. Будем с вами работать. Я в данной сфере опыта не имею, поэтому очень нуждаюсь в вашей помощи. А у Бога нет рук, кроме наших. Поэтому кому мы служим, Богу или дьяволу, мы посмотрим. Вот такая ситуация. Теперь о себе. Я родился в Днепетровске. Отец кореец, мать украинка. Когда мама вышла замуж, ей сказали, пошла вон отсюда, нам японские шпиганы, с семьи не потребны. Ну, в общем, вот такая ситуация. Поэтому дедушка как бы не помогал. Тем не менее, я вырос. И здесь, вначале я был в ополчении у Мозгового. Сразу с 4 апреля я приехал. Занимался боевой подготовкой постоянно. Охраной и боевой подготовкой. Потом попал в колесо Другничный Закарченко. Та же самая тема. Потом ДОСААФ. Ну, Народный совет и ДОСААФ. Вознаждаем ДОСААФ. Пытаемся сделать такое, как он был в Советском Союзе. То есть тяжело, средств нет. Сами все это прекрасно видите, знаете. Ну, ничего. Потихоньку восстанавливаем, потихоньку боремся. Будем дружить. Мне нужна единственная, что я буду стараться максимально вникнуть в ваши проблемы. Мне нужна ваша помощь. Потому что мы очень часто ругаем руководство, что они такие-сякие. А сами сидим, ждем, что кто-то за нас придет что-то сделать. Я когда встречал наших друзей с севера, когда они помогали, я стоял, помню, и плакал. Мне было стыдно за нас, что мы просрали свою страну. И был горд за то, что они пришли помогать. Все. Какие-то вопросы есть? Вы не стесняйтесь, пожалуйста. Я отвечу на любой вопрос. Жена. Мама и жена находятся на этой территории. Были там уже и обуски. В связи с ними бывает иногда. Звонил. Такое дело. Мой сын вместе со мной воевал. Ходил под пулями, под минометным огнем. Но сейчас пока служит, но пока не воюет. Вопросов больше нет? Ну, если возникнут вопросы о процессе работы, пожалуйста, не стесняйтесь. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Всего вам хорошего. Спасибо. Я надеюсь. Добро всем здравия. Воплощение ваших светлых мыслей. Пожалуйста, приступайте к работе. Будем с вами потепоньку знакомиться с вашими должностными обязанностями. Я еще свои должен изучить. И будем трудиться на плаву. Спасибо. Спасибо.